МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я обязательно поиграю концерты. Но вот, пользуясь уже заранее случаем, поздравляя москвичей и гостей столицы с Новым годом, 2015-м, я хочу сказать, что 31 марта в Театре эстрады мы эту программу презентуем. Она будет прямо в серединке наступления Сюткин рок-н-ролл-бэнда, а дальше станет сольной программой, потому что сейчас у нас уверенные 40 минут исполнения. А ты же вот в этом смысле, прямо скажем, не новатор, да? Ведь кто первый придумал эти песни 40-х и 50-х? У Рот Стюарта был такой проект. Ну, это в мировой практике было многие годы. Маккартни, Пол Маккартни делал. Пол Маккартни сделал Киса Сонзенбаттон, великолепнейший альбом с Дайна Кролл, с такими музыкантами великолепными. Делал Рот Стюарт целую серию, делал. Очень хорошая была компиляция, и особенно как видеоприем у Натали Коул, где она с Наткин Колом поет Инфогетабл и обращается к отцу. Ну, там это только один номер, по-моему. Или там целая пластинка, да? У нее есть альбом, он раньше Рота Стюарта был. Но я хочу сказать, это делали многие. И даже тот же Пол Маккартни, помнишь, та пластинка судьбоносная для российского, советского? Снова в СССР она называлась. Да, с красной звездой. Там же ведь кавера рок-н-ролльная. Там нет песен Пола Маккартни, сочинений. Она же тоже как... Но, но вот такая вот деликатная. Я думаю, это сыграло еще, безусловно... Нет, вот только... Я за это засыплюсь. Эрик Лэптон с... Я сейчас, может быть, не точно все сказал. Когда там тот же Джон Леннон, там пластинку рок-н-ролл делал, где он там Чака Берри и прочие кавера. Это все понятно. Это люди в своем жанре работают. А здесь совершенно неожиданно, ну, с тем же Рот Стюартом, который такой рок-н-ролльный певец, вот он ушел вот в эту какую-то джазовую, такую непонятную тему. Я это имел в виду. Не сама идея делать перепевки, кавера каких-то старых, а совершенно уйти в другую музыкальную стилистику, в другой жанр. Ну вот добавить, не случайно, проект называется «Сютки на лайт-джаз». Мы, кстати, всех назвали, а Женю Онищенко, исполнительной контрабаси, незаслуженно забыли твоего тезку. Жень, тебя привет. Женя преподает этот инструмент, и он им владеет очень деликатно, что необходимо. Вот слово, которое сейчас вырвалось само. Мы хотели сделать деликатно и свежо. Вот эти два сочетания. И я эти песни все любил и иногда исполнял, и вместе с Игорем Бутманом, своим другом на Олимпиадах. С каких пор ты любил эти песни, скажи мне? Вот меня подачало. Мое поколение любило эти песни, потому что они звучали вокруг круглосуточно нас. А мы слушали «Битлз», «Ди Пёрпл» и говорили, помнишь? Да. Что там поет Магомаев? Там шагает солнце по бульварам. Ну разве это шейк? Вот шейк – это АГП-ГП, где пишет. Но на самом деле, когда прошло время, мы поняли, что вот такое повальное преклонение и заимствование, оно имеет место только в юности, когда тебе хочется что-то делать кардинально другое, То есть это проект зрелого человека Правильно? С родителями Все на зло родителям Сейчас наши детишки Подзрослевшие уже До совершенного возраста Они делают поперек с нами Но периодически все возвращаются к своим корням И глупо играть Американскую или английскую музыку Потому что они делают это значительно лучше чем мы Надо делать что-то Пропустив через себя И вот мне кажется Хорошо, что я это не делал раньше Не политкорректно, но без злого умысла Иронично, но без сарказма Пристрастно, но по-честному Правда 24 и Евгений Додолев С понедельника по четверг В 19.30 На телеканале Москва 24